Антология Тайн Антология Тайн Антология Тайн добираются уже сами, без помощи каких-либо внешних транспортных средств. И вот он, собственно, потом опознавал все вещи, которые там находились, опознавал часть тел. Он скончался не так давно, уже в нынешнем веке, и завещал похоронить его рядом с другими туристами в той же могиле, потому что, наверное, чувствовал себя все равно причастным к тем событиям. Ну, теперь вернемся к нашим версиям. Мы поговорили о естественных версиях, начиная от лавины, заканчивая некими объясненными природными явлениями. Мы поговорили о версиях конспирологических, о том, что могла идти речь о зачистке группы, если они были свидетелями испытания какого-то таинственного, тайного оружия. И постепенно пришли к версиям паранормальным. Я сказал о том, что, на мой взгляд, без паранормальности или без аномальности там не обошлось, что случилось что-то из ряда вон выходящее, необъяснимое естественными причинами. Но в журнале «Мир науки» за 2014 год была опубликована статья на эту тему под названием «Возвращение к горе Мерцецов». И там, в этой статье, описывалась новая теория о том, что причиной гибели группы Дятлова могла стать так называемая «вихревая дорожка Кармана», возникшая вследствие формы горы Хала-Чахль. Это вот та самая гора Мерцецов, это еще одно ее название, Атертен, вот еще другое. Гора имеет симметричную куполообразную вершину, что создает идеальные условия для появления вихревой дорожки Кармана. В аэродинамике метеорологических явлений небольшие торнадо возникают, когда ветер, дующий с определенной скоростью, встречает на своем пути препятствия необтекаемой формы с определенной конфигурацией и размерами, такое как купол горы Мерцецов. Ну, здесь частично идет речь о, так сказать, естественном явлении, о неких вихрях, которые могли возникнуть, а частично, скорее всего, вот, по моему мнению, там имели место еще некие, ну, аномальные, скажем так, вихри. То есть, что-то случилось на уровне энергетики, тонкой энергетики этого места, где, как мы говорили в прошлый раз, портал отрицательной энергии. И вот теперь представьте себе ситуацию. Ночью, когда туристы уже легли спать, вдруг возникает некая сила, которая частично отрывает от земли тех, кто лег спать, какие-то вихри, вот эти вот тонкие вихри энергии, переворачивает их в воздухе, бьет о землю. Человек, который вышел наружу, очевидно, стал свидетелем того, что вот все это происходит и снаружи, и, возможно, какие-то увидел еще светящиеся эффекты, и, так сказать, призвал всех к тому, чтобы они срочно покинули это место. А покинуть можно было очень быстро, только разрезав палатку, иначе нужно было долго из него выбираться. Все в панике выбираются оттуда, и это явление продолжается и на следующий день, и настигает их, причем они совершенно не понимают, что происходит, потому что это все могло сопровождаться еще и инфразвуком, вызывающим у людей ужас. Как известно, вот если речь идет о Бермудском треугольнике, то под воздействием инфразвука люди там даже покидали, просто бросали за борт корабли, и потом эти корабли превращались в летучие голландцы. То есть все это такая общая комплексная картина негативного энергетического воздействия, которое продолжается на протяжении ночи и следующего дня, еще следующих суток. И здесь нет никаких внешних сил военных, каких-то спецгрупп и так далее, и так далее, а есть вот некие действительно неисследованные природные явления, оказавшие такое страшное воздействие на группу. Ну, я знаю, Майкл, вы тоже что-то хотели еще добавить. Вот всегда. Да, есть очень много совпадений. И вот в первой части я говорил о том, что есть такая гипотеза, которая связана... То есть эта гора, ну, во-первых, гора мертвецов, ее так обиходное, что ли, название, на самом деле, что там, почему ее так назвали? То есть предыстория была такова о том, что там погибли люди. Задолго до этого погибли люди, их было 9 человек. Интересно, что если вот эти шестерки перевернуть наоборот, то мы получим девятки все. Число 9 – это тоже очень и очень серьезное, эзотерическое, будем так говорить, число. И очень много есть традиций, связанных с девятками. И, в общем-то, считается, что девятки, они в каком-то смысле не такие уже благоприятственные, число благоприятствующие. Ну, во-первых, это Марс. Марс – это бог войны, это какие-то, в общем-то, скажем, гибель, то, что связано с людьми в том числе. И вот было 9 человек, которые погибли. Далее, 9 человек, как мы знаем, погибли на перевале Дятлова во главе с самим Игорем Дятловым, но был десятый человек. То есть, имеется в виду вот, что есть поверие такое, если будет 8 человек, будет все в порядке, если будет 10 человек, будет все в порядке, если будет 9 человек, то вот они погибли. Далее, более. Их перевозили самолеты, их перевозили летчики и в количестве 9 человек все летчики погибли. Постепенно, через некоторое время. Все они погибли, да. Далее были люди, следователи, поскольку это получило очень широкую глазку, очень большой резонанс, как, что и почему. То есть, непонятно совершенно было, и люди на всех уровнях занимались. Их было 9 следователей, они погибли. Было 9 патологоанатомов, которые это все делали. Они тоже погибли по разным причинам, каждый в свое время, но в течение какого-то некоторого времени. То есть, все эти люди соприкоснулись. Да, дальше в 61-м, это было в 59-м году, в 61-м году там были, в той зоне были геологи, примерно в том же месте. И вот их было 10 человек. Десятый, один из этой группы пошел купаться в озере, и когда всего лишь, вот это за время купания, он пришел обратно, он увидел такую же картину, то есть, люди погибли. Как, что, почему, совершенно непонятно, ничего никто не знает. Еще раз, гипотезы разные есть. Ну, одна совершенно невероятная гипотеза, о которой мне хотелось бы сказать, это совсем уже, ну, не знаю, эзотерическая, не эзотерическая, невероятная, она восходит своими истоками в древний-древний-древний эпос. Значит, когда-то была такая история, связана с демонической личностью, под названием, это в ветах описывается, под названием, это лично звали Равана. Ну, как мы знаем, есть очень известная история, Сита Рама, бог Рама, и у него была его жена Сита, который Равана украл. А Равана был демоном, который получил бессмертие от самого бога Шивы. Но бессмертие он получил условное, то есть, речь шла о том, о том, что он не может погибнуть от руки никого, кроме человека. Но поскольку он был всесилен, то человеку это было не помеха. Но история была такова, он подчинил, его боялись даже полубоги в свое время. Еще раз, я прошу прощения за то, что мы как бы совсем... Да, отвлеклись в сторону. И опять же, это очень невероятная версия, но дело в чем. Он был практически властелином не только мира земного, он был властелином еще и небесного, поскольку он обладал качествами, тогда люди умели многое. То есть, они и летали в том числе и так далее. То есть, его боялись даже полубоги. Короче говоря, он настроил по всей Земле, в то время, это было очень давно, он настроил такие излучатели, цель которых была подчинить весь мир своему влиянию. То есть, в момент, скажем, нажатия кнопки, все люди получали какие-то совершенно импульсы, это какого-то ужаса. Мы это видим в фильмах фантастических, это описывали даже Стругацкий. Фильм был создан, когда просто вот эти излучатели, они по всей Земле через какое-то время там, место, точнее, расстояние, они стояли, и они подчиняли своему влиянию абсолютно всех людей, которые попадали в эту зону. Людей. Короче, говоря, что такое вот это место? Мы говорим про Урал. То есть, во-первых, это Аркаим. Как мы знаем, Аркаим это место силы, и это город, который древний, и туда приезжает очень и очень много людей, просто туристов, приезжают очень много исследователей, что-то там происходит, там какая-то зона очень интересная, то есть, там этот город, имеющий форму прямоугольника, вписанная в круг. И вот это место Урал, туда, в общем-то, считается по преданиям, когда было две цивилизации, древидийская и лемурийская, и одна из них погибла, потом было аномальное явление, то есть, смещение полюсов, и вот пошла миграция. И по одной из версий, ну, скажем, и потомки, в том числе этих цивилизаций, Арии, они обосновались вот на Урале, и там находится вот такая вот аномальная зона, поскольку, ну, там что-то находится, короче говоря, под землей, и возможно, еще раз возможно, повторяю, один из вариантов, описываемый не вот этими материальными, скажем, там, то, что версиями, которые все мы пользуемся, там находятся излучатели, очень мощный излучатель, такой же, как и находится там, скажем, Кайлас примерно, вот, пирамида известная там, Атлантов, там мы знаем, Кристалл, который вот наводит такие излучения, и одна из версий, возможно, попали туда вот эти люди под воздействие этого излучения. Вот таким образом, вот это то, что я хотел добавить. Ну, вот теперь осталось только посмотреть на все эти версии и выбрать ту, которая, на ваш взгляд, является наиболее вероятной. Возможно, конечно же, совпадение нескольких из этих версий, ну, например, какие-то погодные явления, что-то случившееся там естественным образом, наложилось, случилось с чем-то, что было аномальным, и вполне может быть, что, если мы говорим о каких-то аномальных ситуациях, возникших там, вот о каких-то гравитационных вихрях, и инфразвуки, то это могло сопровождаться какими-то необычными природными явлениями, такое тоже вполне может быть, потому что все в природе взаимосвязано. И, очевидно, нужно согласиться с тем, что если мы хотим узнать, что же там было, то, возможно, к этому стоит привлечь внимание, хотя отчасти это уже происходило, ну, скажем так, нетрадиционных исследователей, то есть это могут быть ясновидящие, экстрасенсы, специалисты по паранормальным явлениям, те, кто может, если мы хотим доискаться до истины, по вещам, по фотографиям, просто попав, так сказать, туда вот, во временное поле, в информационное поле того места, рассказать, что же там случилось. Многие, ну, не многие, а были экстрасенсы, которые этим занимались, которые говорили о том, что, ну, в общих чертах, если это свести к одному, то ушла речь о том, что туристы попали в ненужное место, в ненужное время, скажем так, и с ними там случилось нечто страшное, ужасное, выходящее за рамки традиционного человеческого понимания. Вот, наверное, здесь стоит поставить не точку, а многоточие в этой истории, которая пока не закончена, несмотря на то, что прошло такое множество лет, и в идеале продолжить заниматься исследованием трагедии Перевала Дятлова. Да, спасибо, Владимир. Действительно, это справедливо. Я даже смотрел. Ну, в одной из битв, по-моему, экстрасенсов было, задавали эти вопросы. Но, опять же, скажем, не то время, не то место, это так можно, наверное, объяснить все то, что с нами происходит. Если что-то происходит плохое, значит, мы оказались не в том месте, если происходит падение самолета, мы оказались, и мы там находимся, но, к сожалению, да, нам не повезло, мы там попали туда. Но, тем не менее, существуют причины, по которым это все происходит, и надо, действительно, надо обращаться именно к таким людям, и, возможно, пойти еще глубже. Скажем, мы поговорим об этом, у нас, скажем, есть специалисты, которые работают по методу известного спящего пророка Эдгара Кейси, который заглядывал в прошлое, пользуясь методом чтения Макаши. Макаши – это слой эфирный, где находится вся информация, и там, возможно, хранится эта информация, но придет время и все это разъяснится. Пока мы обращаемся к вам, дорогие наши телезрители. Ну, если у вас есть ваше мнение, пожалуйста, мы будем рады, если вы его озвучите, поделитесь с нами. что-то, естественно, и вы где-то читали, то, чего мы не знаем. Мы будем рады это все осветить в наших выпусках следующих программ. Ну, а сейчас спасибо еще раз, Владимир, спасибо, дорогие друзья, вам, и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok